что же народ вперед 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 мы продолжаем не звать подписан на канал ставить лайки и не помирать бахопа по траншеям вперед сейчас сдохну как бомбанула не заметил что я часто умираю в этих таншек вы не заметили я заметил это черт не успел мой персонаж слишком медлительный да именно надо все всем успел переспел и что колечко солдатское кольцо самодельное алюминиевое кольцо солдат часто мастерили кости старого металла и посылали на родину своим возлюбленным типа вот смотри какой кольцо и шрапнели я достал из глаза отходим отходим нормально понял вперед вперед до дача пулемет спокойствует на секунду я не успел медлительные все-таки персонажи меня они ждем копаем нору о че я даже не знаю вниз или вверх мне идти мне стремно я боялся просто копать вперед быстрее копать дед шит нереальная как быстро они это делают черт взрыв умерли действительно сложный момент я узнал все что был до этого просто вот сейчас я задеваю сложность не сложно копать правильного направления выше 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 черт я возьми действительно сложная по пути сделано сложно управлять движением копать сложность управлять направления спрошу спрошу м 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 Да, я смог Это было сложно Пожалуйста, не сначала Я умоляю, не сначала Я просто бежал вперед Мне уже было все равно Я взорвусь, нет, просто хотел уже выбраться Что-то страшное и все такое Прям хоррор какой-то Толкай, толкай вагон Я знал, что это плохо Я знал, что его убьют, ребята Что-то нам помог Черт, чуть-чуть Чуть-чуть не успел Медлительный все-таки меня персонаж Быстрее, быстрее, быстрее Серьезно? Снова? Как? Как же я должен бежать за повозкой Чтобы нахолмя от нее не отстать И чтобы меня не убили Просто я буду выбежать вперед повозки Фух, смог Нет, сама эта штука не поедет А, вот рычаг Я не заметил его за толпой трупов А что я должен был делать, чтобы... А, нужно тормозить ту штуку Стоп, машина Вперед Это-то как произошло? А, ну... Нет, все нормально Это по сюжету Меня никто не подберет? Нет, я живой еще Наверное Нет, не наверное, я живой Удар был смертельным Но... Наступление обернулось бойней Захлебнулось в крови Французские пехотные части Охватили мятежи Операцию пришлось прервать Эмиль, схваченный с другими мятежниками Теперь ждал трибунала Собаки Эти лучшие друзья человека Несли службу наравне с солдатами Доставка писем Спасение раненых Поиск мин Все задания они выполняли до конца Что? Я понял, нам пора спасать Карла Карл и его семью. Надо их спасти. Вопрос лишь в том, где они. Ну, где тут? Они-то живы, а Карл? Ну, что, Карл, оживай, давай. Что-что? Довезем в больницу. Сам Самиель. У меня тут к месту дрель как раз работает. Да, прямо, прямо то, что нужно. Продолжаем лечить. Так, нам нужен медпакет. Это явно не здесь. Это что, рентгеновское оборудование. Рентгеновское изучение было открыто в конце 19 века, и вскоре ученые осознали опасность радиации. Рентгенологи стали использовать свинцовые перчатки, фартуки, шлемы и очки. В военных госпитаях, они целомедняемо просвечивали тысячи раненых солдат, в итоге ставились радиоактивными. Это я от себя добавил. Просто проверяем. Что-то ему уже плохо. Хопс. Я что-то плохо понимаю, куда нам теперь запутался. Так, туда. Значит, теперь сюда. Лоток стоматолога. Профессия стоматолога-хирурга возникла еще до войны, а специфика боевых хранений вывела этот аспект стоматологии на первый план. На фронте зубные врачи лечили все виды ранений в особенности травмы челюсти. Подобные лотки используются для хранения инструментов в более или менее стерильном состоянии. Нашли! Что там при смерти? Фух. Нет, я его... я ему не дам умереть. Карл, ты не умрешь. Кам, Кам. 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 Поехали. Кам. 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 Это лучше. черт я я занервничал а он умер черт я его убил я перенервничал и стал просто долбить на все подряд слишком быстро я не успеваю твой садист это придумал зачем столько в это и я снова его убил у меня быстро это слишком быстро кстати если что ребята я читал отзывы на эту игру и все жаловались на то что слишком много врачебных в этой я не жалуюсь на это слишком я читал отзывы люди жалуются что это слишком быстро лишь мы не много и скучно и не нужно даже нет я согласен я не считаю считаю просто реально быстро и не успеваю ну я успела так быстро кнопки менять слишком часто мне под конец не нравится что постоянно одна кнопка другая кнопка десятая кнопка слишком сложная такой скорости быстро менять там кто на одну тон другую кнопку нажимать это знаете проблематично я уже промахивать у меня есть силы продолжать это снова и снова боже мой это кнопочный был адских их тайм-эвент почти видят один взгляд сына и карл забыл все словно не было трех лет войны и невзгод после нескольких недель молчания мари наконец получила письмо от отца марию 17 июня военные суды пока солдат находились на службе носили форма они подчиняясь военным законам за годы первой мировой военными судами за неподчинение приказами дезертистов были бы было вынесено 2500 смертных приговоров 650 из них приведены в исполнении в основном в начале войны но и того конфликт разгорался политики стремились снизить число казни особенно показательных однако после мятежей сопровождающих наступление в районе дамской дороги был указан на более 50 солдат 50 ну слава богу не тыс не у пятидесяти тысяч я понял что время пришло а вперед 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 не тесно кто-нибудь остановит казнь или нет будешь ли счастливый конец у всех да узнать сейчас увидим допустим предэкции я просто не могу не ответить я не могу я просто не хочу чтобы лишь благодарить небеса за такой подарок особенно за то чудо что ты привнесла в мою жизнь это последнее письмо через Военный трибунал признал меня виновным в смерти офицера, но я не хотел его убивать. Да, он лишь хотел спасти солдат. Хотя я и подвёл Карла, я знаю, что моя жертва была не напрасной. Собачка, кстати, не умерла в итоге, так что всё хорошо. Я бился за свободу и свою страну. Моя честь не запятнана. Раз уж Бог решил разлучить нас на земле, я буду ждать тебя на небесах. Помолись обо мне. Твой любящий отец. Хотя их тела давно уже превратились в прах, их жертва всё ещё не забыта. Мы должны всегда хранить память о них и не забывать. Ну, собака выжила, да. Потому что многие думали, что собака в итоге умрёт, но нет, это не The Walking Dead, тут собака не умрёт. Велиант Харт, The Great War. Это всё. Конец. Грустный конец, правда, ребята? Давайте, кто плакал? Все писать в комментариях, кто рыдал. Я нет. Я был близок. Почти. Почти. Юбисофт. Юбисофт почти получилось. Не, они будут смотреть. А кому-то не повезёт, я получил приз. Да, ну игра окончена. Собственно говоря, вот и оно. Довольно интересно. Глава, кстати, главы коллекции. Ну, коллекции посмотреть нельзя. Или можно? Параметры. Нет, коллекции посмотреть нельзя. Ну что же, мы прошли Веллен Харт, The Great War. Довольно интересно, даже очень хорошо, очень интересно на уровне Child of Light. Но Child of Light немного другая игра, но само повествование, стиль игры, мне понравился побольше таких игр от Юбисофт. Я купил и не пожалел. Жалко, конечно, что надо было в Стиме за 7 рублей, но я не думал, что так будет. Я думал, что обычно будет 700 рублей, поэтому я купил на PlayStation. Я не думал, что будет такой вот прикол с ценой. Кто-то явно там прикалывается. Так что, что можно сказать про игру? Очень хорошая, очень интересная игра. Мне очень понравилась. И я считаю, из-под последнего, что выходил за последние пару месяцев, не считая Watch Dogs, это лучшее. Вот за все лето, что пока что вышло, это лучшее, что я видел. И действительно и трогает, и интересно играть, и геймплей хороший. Единственное, было пару багов, которые немного расстроили, то, что приходилось перезапускать с контрольной точки. Вот было пару багов, когда я выходил из дома в костюме солдата. Рея менял одежду в облике Карла и выходил из сада. И еще момент был, не могу вспомнить какой. А, когда собака исчезала, и в итоге тоже нельзя было продолжить прохождение, нужно было с контрольной точки. Несколько вот таких моментов немного расстроили, таких вот, скажем так, немного багнутых моментов, которые там... Ну, это явно не моя вина была. В общем, это немного расстроило. А так, мне все очень понравилось, очень интересно. И... Да. Мне все понравилось. Побольше бы таких игр. И... Да, я думаю, Ubisoft будет радовать нас чаще такими играми. Вот, кстати, я удивился, вот, как много они выпустили Child of Light и это. Ну, Child of Light подлиннее, кстати, чем эта игра. Меня удивляет количество. Но мне нравится и Hubie Art, и их вот этот инженер. Мне очень нравится, очень. Хорошая штука, графика получается очень хорошей, красивой, стильной. И не нужен никому никакой Next Gen. Вот, ну, может, кому-то и нужен. Мне нет, мне вот этой графики вполне хватает с головой. В общем, это все, ребята, это все прохождение. Далее у нас будет Sniper Elite 3. Ну, не сегодня, а когда выйдет уже в Европе. Тогда и будет Sniper Elite 3. И надеюсь, вам понравится. Там, кстати, вроде как русская озвучка обещана была. Ну, по крайней мере, в стиме стоит теперь пометка, что да, русская озвучка есть. Интересно. Что же, это новая игра, которая нас ждет. Следующая. Ну, дальше там в июле тоже будет пару тайтлов, возможно. Возможно, нет. Так что да. А пока что будет Gothic и Killzone. И может быть Halo временами выходить. В общем-то, это все. Кстати, у нас конкурс на 3 гифта в стим. Будет 3 победителя. Если 3 гифта, у нас, значит, будет 3 победителя. Конкурс есть на канале. То есть, можете найти его запросто, там, пару видео назад было где-то, по-моему, после 10 серии. Можете найти конкурс. И, собственно говоря, поучаствуйте. Если хотите, получите, может быть, получите гифт, может быть, нет. Поиграйте в игру официально, на лицензии. Как же это круто, правда? В общем, увидимся мы в другой уже игре. И до следующего раза. Надеюсь, вам тоже понравилась игра. Можете писать свои впечатления в комментариях. Мне все очень понравилось. Я считаю, именно с точки зрения сюжета, графики, звуков, всего остального, очень хорошо. Я бы дал этой игре оценку 9 из 10. Десятку не дам из-за вот этих багов. Так бы дал десятку. И некоторые моменты, именно вот эта скорость врачебная, мне не понравилось, слишком быстро. Я понимаю, что это был финал и все такое, но мне показалось в некоторых моментах, слишком быстро. Мне невозможно, но вот, когда нужно заштопать кого-то, когда мы играем за ту бельгийку, у врача, в медсестру, мне немного вот это не понравилось тоже. Не сильно вот так. То есть 9 из 10 я дам этой игре. Вот все. Так что спасибо за просмотр и пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok